В принципе, очень хороший был предыдущий доклад и очень хорошо, что расположили доклады вот таким вот образом, когда будет информация и о каких-то конкретных солюшенах, и вот такой доклад, который подготовил я, он в большей степени архитектурный и объясняет в общей концепции in-memory дата гридов, когда и как они используются. И таким образом, наверное, у вас сложится максимально полное представление о том, как и когда использовать дата гриды. Оно обо мне. Я работаю в EPUM, и недавно у нас появился новый клиент, который работает непосредственно с моим юнитом. Это Gigaspaces, компания, которая выпускает один из, наверное, таких коммерчески успешных достаточно in-memory дата гридов, который называется Extreme Application Platform. Мы с ними начали работать и совместно сейчас занимаемся внедрением их грида у тех клиентов, с которыми мы работаем. И достаточно было мне интересно разобраться с тем, что же такое вообще in-memory дата грид. И, ну, как бы я тоже обсуждал это. А, давайте вот о себе рассказал, кто из вас в продакшене использует in-memory дата грид, чтобы я тоже понимал. Так, ага, то есть есть, но не так много. А кто вообще знает, что такое in-memory дата грид и как им пользоваться? Окей, тоже не так много. Но тогда будет достаточно полезная информация. То есть, поговорив с людьми, я там услышал достаточно много вариантов о том, что такое грид. Это и что-то из клаудов, и что-то из кишей, и что-то из NoSQL. Наиболее интересное мнение, которое я слышал по этому поводу, что это штука, которая позволяет performance и scalability enabling solution. Ну, даже из самой этой фразы, как бы она так немножко подозрительно звучит, потому что зачем enabling performance и scalability, если можно было взять лошадь потяжелее и сразу заложить эти свойства в систему на этапе ее дизайна и архитектуры. Вот, и потому что, ну, как бы, на мой взгляд, в чем причина? В том, что как раз не все люди понимают, или не все девелоперы достаточно хорошо представляют общую картину и архитектурную, где те кейсы, в которых используется in-memory дата грид. Поэтому я, как бы, так себе позволил небольшой исторический экскурс, где вообще появились in-memory дата гриды. Они появились где-то в 2000-х годах, наверное. Вот CyberManda – это понятие, которое конкретно появилось в 2001 году, и оно было связано с тем, что, когда вы создали электронный магазин, и у вас бизнес идет успешно, наступает определенный момент, когда вы объявляете сейл. Это как раз в Штатах было, в понедельник происходило. И ваш сайт успешно падает под нагрузкой от пользователей, которые пытаются что-то у вас купить. На тот момент практически все системы, естественно, строились на реляционных базах данных, и поэтому основной проблемой, которая возникала в таких электронных магазинах, была неспособность базы данных реляционной выдерживать эту нагрузку, которая падала. И нам эти даты гриды появились как раз где-то в первые релизы наиболее ярких представителей, типа Oracle Coherence и, например, тех же Gigaspace, они где-то начало 2000-х годов. Но прогресс пошел дальше, и сейчас где-то там в середине 2000-х, 2005-2007 год, у нас появились NoSQL базы данных, которые вроде как решают все проблемы со скиллабилити. Мы можем предложить решение, давайте не будем строить наш магазин на старых каких-то технологиях, а возьмем и сразу заложим в него скиллабилити. NoSQL, он как бы изначально пришел с целью повысить скиллабилити на пишущих операциях, на операциях записи, то есть мы в принципе можем использовать. Поигравшись с консистентностью, мы можем добиться какой-то достаточно хорошей производительности и сочетания консистентности этой производительности. Если вдруг нам этого будет… А у меня нет, у меня-то можно. Ну это займет, в общем-то, время. Нет, нет. Да, перекидывай, пожалуйста. Ну хорошо. Пока мы перекидываем, я продолжу. То есть в случае, если нам не хватает производительности именно по интенсивной сечне, мы можем поставить distributed cache. Технология достаточно хорошо обкатана, система получится довольно и скейлабил, и быстрой. Но оказалось, что полностью отказаться от in-memory data grid не получилось. По одной простой причине, потому что есть класс задач, который не может быть решен системой с eventual consistency. Потому что, ну давайте так, для примера, да, то есть, например, из моей практики, мы в свое время описали систему букинга отелей. И там одним из основных, наиболее часто меняющихся информаций, это была availability отеля. То есть, у вас получается такая ситуация, что в интернете пользователи заказывают достаточно интенсивно отели, тем более, если это какая-то распродажа или что-то такое, когда есть хорошая цена. И availability, информация о доступности свободных мест в отеле достаточно быстро меняется, и происходит это в конкурентной среде. Так, а я, кстати, у меня флешки нет, через которые. Окей. Вот, то есть, получается следующим образом. Если вы позволили пользователю, ну там, используя eventual consistency, он посчитал, что отель доступен, а он недоступен на самом деле, то пользователь получит, конечно, какую-то ошибку. Если он получит ее на вашем сайте во второй раз, то вы этого пользователя больше никогда не увидите. И поэтому для наиболее экстремальных случаев, когда необходимо принимать решения достаточно быстро на тех данных, которые существуют в вашей системе, такой подход будет не совсем рабочим. Что же делать? Ну, выход достаточно прост. Давайте объединим полезные свойства того же NoSQL решения и distributed cache, и получим нечто немножко другое. И это нечто немножко другое будет как раз и называться grid. In-memory data grid. Во-первых, то, что он in-memory, говорит о том, что мы передвинули полезные свойства вверх, в сторону того distributed cache, который был. Поэтому практически все гриды – это та или иная разновидность кэша либо какой-то распределенной структуры данных, которая хранится на нескольких нодах. Во-вторых, то, что мы передвинули данные или как бы сдвинули фокус выше в in-memory, к нам предъявляет новое требование. Это fold tolerance. Если у нас данные, например, в каком-то distributed cache, который не поддерживает бэкап и будут теряться, то experience пользователя может быть еще хуже. То есть нод упал, очень долгие операции, база данных все равно остается под нагрузкой и так далее. Data management. Ну, кэш, он хорош, он быстр, но он часто предоставляет только какие-то базовые операции. С точки зрения in-memory data grid, когда мы стараемся перенести всю работу в in-memory, сделать ее максимально быстрой и консистентной, нам, конечно, понадобятся более мощные инструменты, чем key value. Поэтому все практически, и уж тем более коммерческие гриды, они позволяют не только базовой операции, но и позволяют SQL-like language, который позволяет достаточно быстро выбирать данные в гриде. Также вот тот исторический кейс, который я привел, он говорит о том, что мне, в общем-то, не всегда нужно, чтобы данные все хранились в памяти, и чтобы там у меня все работало быстро. Это происходит иногда. Поэтому, опять же, исторически, одним из наиболее важных свойств in-memory data grid является его эластичность. То есть способность как быстро достаточно расширить к опасти памяти, которая мне доступна, так и быстро сузить, если прошел пик, и, в принципе, мне оборудование, которое там стоит каких-то денег. Да? Так, сейчас, тогда секунду. Так, ну и последнее, самое, наверное, примечательное свойство in-memory data grid, так как мы говорим об экстремальных случаях, когда нам нужно принимать решения на актуальных данных, то практически все in-memory data grid поддерживают ACID транзакции либо какие-то распределенные локи, которые позволяют работать, блокировать данные во время работы с ними. Таким образом, мы получаем совершенно другую архитектуру, в которой system of record становится in-memory хранилище, которое поддерживает все эти свойства. И фактически в этой архитектуре база данных начинает играть роль не источника данных, с которыми работает наше приложение, а просто бэкапов, в которые мы можем записывать данные, которые хранятся у нас в кэше. Для этого существует такой, в частности, режим, который, наверное, один из наиболее интересных, который используется с in-memory data grid, это write-behind, когда данные пишутся асинхронно в базу. Это позволяет и оптимизировать операции, делать их в батче, и очень серьезно разгрузить базу данных. Обратный режим вместо read-through будет какой-нибудь прилод-механизм, который позволяет заполнять ваш грид при старте приложения, либо восстанавливать его при той ситуации, которую спрашивали, когда все ноды погасли, что будет. В in-memory data grid, который поддерживает прилод, вот такой механизм, ничего страшного не случится. Как только вы восстановите кластер, с помощью механизма прилод, все данные будут восстановлены из базы, и таким образом ваша система продолжит работать. Если в гриде один из нодов выпадает, и, например, его невозможно по каким-то причинам восстановить из бэкапа, то произойдет тот же самый механизм. Для каждой ноды определяется определенный запрос, который выбирает необходимые данные, и нод восстанавливается из базы. То есть система получается достаточно надежной для того, чтобы полностью отказаться от базы, по крайней мере, в каких-то модулях или в каких-то частях вашего приложения, как от системы хранения данных. In-memory data grid полностью заменяет и получает, заменяет эту систему, предоставляя все преимущества, типа low latency и так далее. Так, ну, здесь я привожу некоторые те свойства in-memory data grid, которые имеет смысл понимать, для того, чтобы оценить те сервисы, которые мы получаем. То есть k-value storage, как и любой кэш, мы, in-memory data grid поддерживают eviction and invalidation policy. То есть в случае, если у вас память ограничена, и у вас есть какие-то, у вас есть возможность ограничить правилами, ровно тот объем данных, который вы хотите хранить в гриде. То есть вы сможете только наиболее важное хранить, остальное записывать в базу, при необходимости обращаться в базу. Про стратегии, которые поддерживаются, я думаю, понятно, по кэшам, read through, write through, все это есть. Есть также, например, в Coherence такой интересный режим, как read the head, который представляет из себя регулярное обновление данных из базы, если это данное запрашивается кем-то из кэша. Write behind я рассказал, то есть когда в асинхронном режиме апдейтится база, и вот недавно в 12-м Coherence, в частности, появился такой механизм, как Change Data Capture, возможно, он там немножко по-другому называется, но смысл его в том, что сейчас грид уже умеет не только синхронизировать свои данные с базой, но и наоборот. То есть есть механизмы, с помощью которых данные, которые обновляются в базе, попадают в грид и поддерживаются таким образом грид в актуальном состоянии. Что еще делает более привлекательным тот случай, или такое использование, как просто хранение всех данных в гриде, а не в базе данных. Даже в случае, если у вас есть несколько приложений, которые в базу пишут, вы решаете проблему актуальности грида с помощью этой фичи. Локальный кэш и локальный вью. Дело в том, в Hazelcast рассказывали, поэтому я не буду долго останавливаться, есть возможность полностью, и грид берет эту обязанность на себя полностью, организовать локальный кэш, который будет храниться не в гриде, а на стороне вашего приложения. Локальный кэш работает, как и называется кэш. Есть еще такое понятие, как локальное вью, когда вы можете полностью загрузить какой-то сабсет данных к себе в приложение, и он будет доступен вам при старте приложения сразу. Также грид берет на себя ответственность за синхронизацию локального кэша с самим гридом. То есть программист не делает никаких движений, все это предоставляется как сервис, пожалуйста, используйте. Data preload recovery from disk тоже рассказал. То есть, в принципе, даже если какие-то ноды упадут, даже если упадут все бэкапы, это не страшно для грида, он сможет восстановить данные либо по логам операций изменения, либо из базы данных. Ну, данные рассказал. Естественно, кроме query language еще предоставляются и индексы. То есть мы не хотим искать только по ключу, мы хотим искать по более сложным критериям. Есть индексирование, которое работает во всем кластере и позволяет достаточно быстро находить. Parallel query mempreduce. Любой коммерческий in-memory data grid поддерживает эту возможность. Клиенты API. Как правило, grid предоставляет свою клиентскую библиотеку на разных языках. То есть получается, что так как grid выделяется в такую независимую систему офф-рекорд, то предоставляется, естественно, клиент, который делает фактически для программиста работу с распределенной системой прозрачной. То есть все, что нужно указать, это какой-то роутинг и куда пойдет запрос, как он будет выполнен, все это берет на себя in-memory data grid. База данных становится в этом случае, в принципе, уже неважно. Уже неважно, там, noSQL, неважно, там, relational database или что-то еще. То есть там может быть простая даже файловая система. То есть есть механизмы коннекторов, которые позволяют in-memory data grid синхронизировать с абсолютно разными базами данных. То есть то, опять же, с чем мы, что мы делали в свое время, это мы писали какие-то коннекторы, которые там к нашим хранилищам, которые не покрывались XIP, тем grid, который мы пробовали. То есть это все тоже достаточно просто делается. Кроме того, один из таких интересных сервисов – поддержка разнообразных протоколов. То есть grid уже перестает просто предоставлять API, который там take, put и так далее. Он предоставляет более сложные варианты подключения, такие как gdbc-драйвера, gms, я расскажу чуть позже, почему gms, или, например, по протоколу memcached, который прикидывается, когда grid просто прикидывается кэшом. По поводу инфраструктуры. Опять же, те гриды, которые… Да, три грида, которые я в данном случае рассматривал. Это Oracle Coherence, это GridGain и это Gigaspaces XIP. Все они предоставляют еще дополнительные сервисы по инфраструктуре. То есть это не просто какой-то набор серверов, которым придется управлять вручную. Это достаточно кластер, который легко настраивается. То есть фактически для того, чтобы там в XIP подключить новый нод, нужно скопировать несколько джарок, запустить простой скрипт, и нод автоматически подключится к той группе, к тому кластеру, который вы указали. Мониторинг и менеджмент, и селф-хиллинг. Есть в гриде менеджмент-компоненты, которые отслеживают его состояние. В случае, если какой-то из нодов выходит из строя, он автоматом поднимает и следит за тем, чтобы система была ровно в том состоянии, в котором было определено на момент деплоймента. То есть деплоймент-конфигурация – это обычный XML-файл, который позволяет определить ту топологию гряда, которая вам необходима. По поводу бэкапов. Возможно, здесь имело бы смысл нарисовать картинку, но я ее уже не нарисовал, поэтому попробую рассказать на словах. То есть одним из свойств контейнера или партишна в гриде является количество бэкапов, которые вы можете поддерживать. То есть, скорее всего, у вас будет 2-3 бэкапа, и они поддерживают совершенно разный способ синхронизации. В зависимости от того, что для вас важнее – скорость работы или консистентность, вы можете настроить как синхронный, так и асинхронный бэкап. Еще есть варианты, когда у вас есть один бэкап синхронный, а несколько бэкапов асинхронных. В этой ситуации, в случае падения праймари ноды, синхронный бэкап становится праймари, а синхронный бэкап догоняется до синхронного, и таким образом система тоже сохраняет свою работоспособность и достаточно хорошую дюрабилити. SLA-based elastic deployments. В частности, это есть в XIP. Насчет других гридов я не уверен. То есть в чем смысл? Вы можете определить границы, например, response time, или потребляемой памяти, или загрузки CPU, или чего-нибудь еще. То есть какие-то параметры системы, при которых автоматически система будет добавлять еще один очередной нод, делать ребалансировку данных. И, соответственно, в обратном случае, ну понятно, задается сколько там штук добавить, чего, и в обратном случае, когда падают метрики, это может автоматически убираться. Ну и, естественно, так как мы уже достаточно далеко ушли от кэша, или какой-то просто дистрибьютор распределенной системы, там есть security, которая не позволяет ненужным людям коннектиться, получать данные и так далее. В XIP, в частности, есть role-based security, которая полностью покрывает практически все адекватные запросы к этому вопросу. Ну, надеюсь, я вас убедил, что in-memory data grid – это не просто какая-то распределенная структура, и не просто там какой-то еще один способ запрограммировать приложение, а все-таки это достаточно универсальный, уже выделившийся в отдельный класс систем, tool для in-memory вычислений, который действительно необходимо рассматривать при проектировании своей системы. Если вы видите, что ваши задачи, которые, или требования к производительности таковы, что, скорее всего, вам понадобится in-memory data grid, то вы должны обязательно посмотреть и рассмотреть его как часть своей архитектуры. Вот такое вот однажды я прочитал выражение, не выражение, а утверждение в стадии. Service-arended architecture is not scalable. Кстати, есть вопросы по предыдущему пункту? Давайте я так вернусь. Такой нож? Не знаю. Да, так где-то. Так, по поводу SOA is not scalable. Если мы вернемся к первой картинке, там, где было NoSQL и Distributed Cache, и возьмем Service-arended architecture, как одну из тех, которые рекомендуются и наиболее известны, то рекомендация будет такова. Делайте Stately Service, они хорошо скилятся, и тогда у вас будет система достаточно scalable. Но фишка заключается в том, что при такой архитектуре, когда мы стараемся делать Stately Service, мы все время начинаем гонять данные из базы в приложение, делать какие-то решения, удалять и гонять опять. In-Memory Data Grid решает и эту проблему определенным образом. То есть во всех трех гридах, которые я описал, есть такая возможность задеплоить processing unit или какой-то код на In-Memory Data Grid. Что можно описать такой концепцией, соединяйте processing и данные. То есть не надо гонять данные. Делайте так, чтобы те данные, которые нужны конкретно в данный момент, для того, чтобы сделать какую-то задачу, они должны все находиться там же точно, где и выполняется эта задача. Я достаточно кратко расскажу про то, какие предоставляются возможности по execution. То есть примерно так же, как показали в Hazelcast, можно определить свой task, который отправляется либо на один нод, и там каким-то образом процессится, потом возвращается результат, либо для параллельного процессинга вы можете забросить одновременно на несколько нодов эту задачу. Она процессится там, что открывает возможность или делает In-Memory Data Grid достаточно хорошим потенциальным инструментом для Massive Parallel Execution. Также в XIP, например, поддерживается такая штука, как Remote Services. То есть зачем гонять задачи, зачем все время создавать этот код на клиенте, если можно один раз его написать, задеплоить в In-Memory Data Grid, этот сервис будет реплицирован на все ноды, и тогда все, что нужно, это просто сделать Remote Call, который произведет Collocated Execution и выдаст только на гора результат. Также одним из видов процессинга, который поддерживается в In-Memory Data Grid, является Event Processing. То есть это чем-то напоминает триггеры базы данных, когда вы можете определить условия, при которых возникает какой-то Event. Есть два варианта. Pulling Container – это когда Execution фактически происходит на гриде при попадании в него каких-то данных, и Notify Container, когда при соблюдении каких-то условий In-Memory Data Grid нотифицирует ваше приложение о том, что это условие произошло, и в этом случае вы сможете обработку этого события сделать у себя уже на клиентском приложении, а не на гриде. То есть вот таким вот образом этот нож становится чуть-чуть больше. Я постарался его сделать. То есть In-Memory Data Grid предоставляет не только инструменты по работе с данными в памяти, но и инструменты по execution этих данных, или точнее задач, которые связаны с этими данными. Вот используя все эти возможности In-Memory Data Grid, я расскажу какую-то историю о том, как мы делали POC для одного из наших клиентов, который попросил примерно следующее. Давайте вы мне сделаете авторизацион сервер, который будет защищать мои RESTful сервисы, и будет он делать это примерно следующим образом. Он будет валидировать сигнатуру каждого. Это был HTTP, REST, то есть, соответственно, сигнатуры месседжей, это то, что называется MAC сигнатуры. Он будет валидировать MAC сигнатуры. Он будет, мне отсюда не видно, он будет валидировать нонс каждого сообщения. То есть в течение 15 минут мы должны хранить ID-шник каждого сообщения для того, чтобы ответить, было такое сообщение или нет. А также он будет валидировать ACL, которые там где-то хранятся в базе данных. И для каждого реквеста мы проверяем, а имеет ли данный клиент, который сделал этот реквест, право или доступ к этому URL. То есть, в принципе, получается, что у нас и работа с данными, и работа с базой, и какая-то небольшая вычислительная нагрузка, нагрузка, и там, в общем, достаточно разнообразное взаимодействие. В чем же был подвох? А подвох был следующим. Во-первых, я бы хотел, чтобы все это было за 50 миллисекунд. Ну, потому что если авторизация будет происходить медленнее, чем 50 миллисекунд, то тогда все сервисы будут работать очень медленно. Это меня не устраивает. Также я бы хотел, чтобы была strong consistency. То есть, если я выдал access token, который мы там проверяем сигнатуру, и потом вдруг его зарывокал, то это должно быть мгновенно распространено по всей системе, иначе это ж может кто-то там сделать анафтеррест операцию. А также в худшем варианте, или в каком-то, в самом экстремальном варианте, я бы хотел, чтобы каждый месседж, который в моей системе там происходит, и между сервисами, между клиентскими приложениями, сервисами, он был бы защищен вот таким вот сервисом, таким вот security сервисом. Ну и, естественно, это накладывает и следующее ограничение. Такой авторизейшн сервер должен быть максимально durable и full tolerant, потому что если отказывает авторизейшн сервер, который обслуживает все реквесты, то, естественно, все становится предельно плохо, и это явно не то, что мы хотим. Что мы попробовали? Нормальная, понятная архитектура с кэшом. Мы взяли MongoDB, мы взяли Memcache. Понятно, что в MongoDB мы хранили ACL и пытались их обрабатывать, загружая их оттуда. В Memcache мы хранили все, что касается анонсов и уникальности сообщений, у нас там был джет и апатч лот-балансер, который загружал все данные, необходимые для авторизации, и отвечал на вопрос, может этот клиент получить доступ или не может. Перформанс такой системы оказался очень плохим, потому что в ней было два хопа по сети, и поэтому никак мы не могли добиться SLM ниже 100 миллисекунд. То есть фактически из-за того, что два раза ходим, никак не получается. Поэтому мы решили, черт с ним, давайте мы забьем на консистентность и будем все хранить в Memcache. То есть мы загружаем при старте все ACL, все делаем в Memcache. В случае авторизации мы берем все данные, которые необходимы для авторизации, их перегоняем на Application Server и делаем авторизацию. То есть в принципе вроде как стандартная, достаточно архитектура для Enterprise-пиложения. Дальше. Мы попробовали также это сделать с XIP DataGrid.com. Здесь было все несколько проще, потому что в MySQL хранились все те же ACL, они автоматом загружались в наш номер Датагрид. Все, что касалось нонсов, уникальности сообщения, тоже вполне могло храниться. У них грид называется спейсом, поэтому тут везде в спейсах. А также наличие бэкапов и синхронизации с базой позволяло нам достаточно легко решить проблему дюрабилити. И даже в принципе о ней в общем-то не задумываться. Еще интересная фишка XIP заключается в том, что он умеет эластично не только данные процессинг, которые в гриде лежат, но он еще умеет делать то же самое с веб-приложением. У него есть, то есть он фактически поддерживает эластичный кластер веб-приложений, которые хостятся на in-memory GT-контейнере. И соответственно решение тоже здесь было достаточно простое. Давайте все данные, которые необходимы для того, чтобы делать авторизацию, хранить на одной ноде или в одном партишене, давайте сделаем также сервис, который будет проводить всю авторизацию и будет возвращать нашему приложению только лишь тот результат, который у него получился. Так, и что у нас получилось? Получилось у нас следующее, что даже учитывая, что мы сделали фактически одинаковую архитектуру, то есть фактически кэш в той архитектуре, он не поддерживал бэкапы, он не поддерживал консистентность, но тем не менее архитектура ничем особо не отличалась, кроме того, что данные об авторизации в случае кэша нам приходилось гонять по сети. Даже в этом случае, когда в принципе все было достаточно похоже, Грид показал за счет вот такого колокейшна данных и процессингов ровно вдвое, в 1.81 раз лучшее количество одновременно поддерживаемых пользователей и в 2.32 раза больше срубут данная система. По поводу чисел и по поводу того, где это мерялось. У нас был достаточно простой кластер в облаке, на котором мы делали девелопмент, и это было 6 машин, у каждой из которых было то ли по 2, то ли по 3 гигабайта памяти, то есть достаточно немного. И мы получили срубут в 2500 операций в секунду, при том, что самый нагруженный сервис клиента, который у него был, на тот момент он поддерживал, его точнее нагруженность была порядка 100 реквестов в секунду. То есть фактически на очень простом оборудовании виртуальном, которое очень дешево стоит, мы получили систему, которая позволяла бы решить все проблемы клиента в продакшене. По поводу цифр, то есть в принципе вы видите, что оба решения позволили нам получить response time меньше 50 миллисекунд в 90% случаев. И по поводу цифр, которые в принципе дают in-memory data grid, вы можете рассчитывать на response time на клиентской стороне порядка 10 миллисекунд. Все будет зависеть от вашей задачи, но 10 миллисекунд это то, что в принципе вполне может давать in-memory data grid. Ну и естественно мы получили также и в scalability очевидное преимущество, потому что опять же collocation нам дал эту возможность. Почему гриды становятся сейчас популярными, да и почему в принципе сейчас вот после 2000-х годов появляется новый какой-то толчок в этой области и новые работы, приложения и архитектуры. Во-первых, просто потому, что получив уже какую-то возможность распределенные делать системы, которые достаточно scalable и так далее, получив возможность хранить огромные объемы данных, пользователи уже начинают идти дальше и запрашивают следующее. А давайте у вас будут low latency приложения, то есть те приложения, которые могут обновлять страницу так, чтобы это практически не было заметно для глаз пользователя. Ну то есть response time здесь должен быть на клиентской стороне меньше 50 миллисекунд. А давайте вы не просто будете складывать свою big data в Hadoop и потом ее долго там, ну как-то процессить и все остальное, давайте вы будете делать это быстро, то есть в реальном времени. Давайте я буду из того объема данных, которые сейчас ко мне приходят, быстро получать ответы, быстро получать какие-то решения. То есть вот то, что я назвал fast data. Фактически при этом система выглядит как in-memory data grid, который хранит наиболее recent, то есть наиболее текущие данные, которые нужно обработать и от которых нужно получить какой-то результат, а все остальное складывается в какой-нибудь хранящий big data. Streaming processing примерно тот же самый принцип, только когда вы четко задаете временной интервал, за который вы хотите процессить. В чем отличие? В том, что гриды некоторые уже начинают предоставлять готовый solution для streaming processing, когда вы просто указываете время и все остальное на себя берет грид. То есть вам не нужно заботиться о каких-то об организации процессинговых техстримов. И комплекс event processing. То есть когда у меня приходит достаточно большой объем данных и просто тривиальных понимания того, что ко мне пришло там такое-то сообщение или ко мне пришло такое-то сообщение, уже недостаточно. Давайте сделаем так, чтобы программа могла таким образом сложить эти ивенты и сделать из них какой-то вывод и только потом уже сообщила мне, что нужно что-то сделать. То есть это тоже достаточно интересная область, в которой нужно принимать достаточно быстрые решения. И in-memory data grid – это как раз тот инструмент, который позволял бы или позволяет решать эти задачи. Все, это был последний слайд. Да, GMS каким образом? Дело в том, что in-memory data grid, он тоже поддерживает обработку сообщений, но он ее поддерживает немножко другим образом по сравнению с тем, как это делается обычно. То есть когда у вас попадает какой-то объект в grid, то он может с помощью полин-контейнера, который регулярно опрашивает grid на наличие каких-то данных, инициировать обработку этого сообщения. То есть так как это похоже на GMS и на вообще messaging системы, то in-memory data grids предоставляют это использование как протокола. То есть можно конзюмер или продюсер оформить так, чтобы позволить интеграцию с внешними системами. При этом то, как это реализовано в самом grid, фактически скрыто от внешних систем. То есть это для интеграции больше. Какие недостатки и ограничения налоги? Ну недостатки понятны, стоят достаточно дорого. Я даже, ну, смотрите, то есть, во-первых, вы не сможете хранить все данные в памяти, да, то есть достаточно только лишь ограниченное время, которое вы сможете это делать. То есть ограниченное время, за которое вы сможете обрабатывать данные в памяти. То есть фактически in-memory data grid это хорошее решение для того, что вот я там называл fast data, только вот то, что сейчас и то, что актуально сейчас. Также real time, когда у вас в реальном времени. Для других задач это просто будет неоптимально, да, то есть если вы можете подождать 15, 20, 30 минут и только потом получить информацию, то in-memory data grid просто не будет иметь смысла. На самом деле в том-то и фишка, что фактически это позволяет, да, я недостаточно хорошо это описал, это позволяет очень легко масштабировать stateful сервисы, потому что вы храните и сервисы, и данные, которые нужны для его работы в одном ноде. Если вам необходимо увеличить пропускную способность системы, вы масштабируете и сам сервис, и данные, которые нужны для его обработки. То есть фактически это позволяет вам масштабировать stateful систему и делать это очень эффективно. А если вы еще сделали дизайн таким образом, что все данные необходимые для данного сервиса сохранятся на той же ноде, то это еще будет и очень быстрый сервис, который вот в те времена 50 миллисекунд, 10 миллисекунд он будет отрабатывать в эти времена. Разница в колокейшене. То есть distributed cache не позволяет вам запускать код там же, где находятся данные. И вот мы, ну, вот этот вот простой пример, и там данных на самом деле достаточно немного, которые мы гоняли по сети. И мы получили с throughput разницу вдвое. И scalability проблема. А мы же скейлили только до 6 нод. А если бы это было 100 нод в реальной e-commerce какой-нибудь системе, вы бы по сети гоняли там гигабайты данных, и это бы просто ограничило тот перформанс системы, который вы можете получить. Да, колокейшен. То есть основная фишка это колокейшен. Я хотел, честно говоря, подготовить такое сравнение. Возможно, я это позже когда-нибудь его проведу более детально, потому что у меня просто немножко не хватило времени. В принципе, они, с одной стороны, похожи и как бы решают одни и те же проблемы, но в то же время они достаточно разные, потому что они выросли немножко из разных сфер и из разных задач. Но по набору фиш, которые я здесь приводил, практически в каждом из них вот это все есть. Но это все коммерческие решения, которые действительно решение о том, что такой крит должен использоваться на проекте, это решение большого интерпрайза, которое принимается, соответственно, каким-то архитектором, который должен сказать, да, мне нужен такой инструмент, и я буду работать с ним. Вот вы упомянули коммерческие решения, а опенсорсные есть? Казалкаст. Ну, кроме него. Ну, он предоставляет гораздо меньше сервисов, но он бесплатный. Хорошо. А есть такие, которые больше сервисов предоставляют? Может вы знать. Инфиниспан. Что-что? А, наиболее приближенные? Ну, Хазалкаст, Инфиниспан, наверное, больше таких, которые хотя бы как-то приближались, я бы, я не назову, потому что... А? Гритгейн платный. Он там есть опенсорс. Да, вот спасибо, это отличное дополнение. Гритгейн в последней версии они выпустили опенсорс вариант с ограниченным функционалом, но там достаточно много для того, чтобы попробовать и в случае, если понравится, купить какую-то enterprise лицензию. Так, Гритгейн выпустил опенсорс вариант. В тех решениях, которые вы рассматривали, как раз ты... Ну, так как in-memory data grid автоматом предоставляет нам такое количество бэкапов, которое нам необходимо, то нормально обстоит. Система очень durable. Я здесь не привел те измерения, которые мы делали по durability этого решения. Мы издевались над ним очень крепко. То есть мы рандомно убивали java-процессы, рандомно глушили ноды. То есть, ну, в общем, делали все, что не может произойти в реальной жизни практически, да, кроме того, что вообще вырубали рубильник. И во всех этих случаях система достаточно вела себя предсказуемо и durable. То есть все, что мы получили, это там уменьшение пропускной способности примерно на 60% и какой-то небольшой процент ошибочных ответов. Но при этом система продолжала работать. То есть там очень серьезные механизмы по тому, каким образом восстанавливаться от разных таких ситуаций, которым вы можете реально доверять. То есть вам не надо пытаться понять все глубины глубин, ну, если у вас нет проблем на продакшене, естественно. То есть все это решено в рамках ГДА. Спасибо.